Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Сегодня мы первый раз выходим в эфир в несколько необычном формате. Дело в том, что обычно здесь, в этой студии, по воскресеньям мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани и обсуждаем самые актуальные, насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня впервые у нас гость, не имеющий никакого отношения к органам рязанской власти. Это представитель частного бизнеса, генеральный директор группы «Единство» Евгений Коковин. Евгений Владимирович, добрый вечер! Здравствуйте! Сейчас объясню, собственно говоря, почему мы здесь в таком составе. Две недели назад заместитель главы администрации Лариса Крахалева, говоря о записи в рязанские детские сады, помните, была у нас такая программа, посоветовала нам обратить внимание на такое явление, как частные детские сады в Рязани. Собственно говоря, мы обратили, и именно поэтому Евгений Валентинович у нас сегодня здесь в студии, группа компаний «Единство» стала, наверное, одним из первопроходцев в Рязани, скажем так, частного детсадовского движения. Детский сад «Изумрудный город», который работает на Московском шоссе, является собой такой очень хороший пример участия частного бизнеса в дошкольном образовании. Собственно говоря, откуда появилась эта идея? Как строители решились на то, чтобы построить, содержать и эксплуатировать детский сад? Ну, знаете, Евгений, последние годы достаточно много говорят вообще в целом о социальной значимости, социальной ответственности бизнеса. И, естественно, рязанский бизнес, строительный комплекс, он не может стоять в стороне. Но даже не по той причине, что нас призвали быть социально ответственными, но чисто человеческие отношения к нашему родному городу, те проблемы, которые там в нашем городе существуют, их надо решать совместно. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что даже наша основная задача – строить жилье, реализовывать это жилье, продавать это жилье горожанам – это не самоцель. И нужно создать некие условия для того, чтобы люди, которые покупают жилье, которые будут жить в наших квартирах, они имели возможность, в общем-то, ну, хорошие условия не только проживания, но и инфраструктуры вокруг домов. Для того, чтобы рядом было, так сказать, и школы, и больницы, и магазины, остановки, транспорт и так дальше. Ну, это привлекательность, так сказать, зона проживания, зона обитания, поэтому нужно создать условия все, в том числе решать вопросы по садам. Как вы правильно сказали, проблемы с детскими садами, с дошкольными учреждениями, очереди туда очень большие, проблемы серьезные, их надо решать. Поэтому вот в 2011 году группа компании «Единство» пришла к этой идее о том, что все-таки почему бы не решить вопрос в районе улицы Вишневой, в большом комплексе, в жилом комплексе Вишневой сады, не сделать вот такое учреждение. И там в 2011 году был открыт детский центр на 52 человека, на 52 ребенка с большим, достаточно хорошим коллективом, с очень хорошими условиями, достойный, так сказать, не стыдно за этот центр. Поэтому, так сказать, дети, которые туда ходят, и родители, они, в принципе, достаточно, да, им нравятся, они довольны. Ну, вот лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому сейчас вместе с нашим корреспондентом Натальей Новиковой мы отправимся в детский центр «Изумрудный город» на улицу Вишневую и посмотрим на все своими глазами. Как вырастить из ребенка здорового, умного и духовно развитого человека? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, а вот воплощение требует многих и многих усилий. Вот уже более двух лет на Московском работает детский центр со сказочным названием «Изумрудный город». Уникальность проекта в том, что это и частный детский сад, и различные студии-кружки, и организации праздников, и услуги репетиторов, и даже есть кабинет здоровья, и спелеолечебница. Центр пользуется огромной популярностью. Две группы частного детского сада превратились в четыре. Родители, которые приводят детей впервые, очаровываются уже с первых шагов. Что неудивительно – красота интерьера, современное технологическое оснащение и, конечно же, приветливые лица, воспитателей и других работников центра. Детишки с удовольствием ходят в волшебный детский сад, и даже самые маленькие, приходя, не плачут. Адаптация проходит легко и быстро. Благодаря уютной атмосфере красочных комнат с множеством игрушек и профессиональным педагогам, которые всегда могут заинтересовать так, что малышам просто некогда скучать по маме. Старшим детям тоже не скучно и интересно. Развивающие занятия, современные кабинеты с новейшим оборудованием все это заинтересовывает, и дети в увлекательной и познавательной форме получают необходимые знания. Кстати, старшая группа здесь самая большая, и абсолютно все дети в возрасте шести лет умеют читать. Большим спросом в центре пользуется помощь логопедов и психологов. Под занятия оборудованы три кабинета, а культурно-досуговая деятельность строится в соответствии с интересами и потребностями каждого ребенка, создавая оптимальную для развития атмосферу радости и эмоционального благополучия. А для поддержания здоровья и профилактики простудных и кожных заболеваний существует спелеолечебница. Кроме того, все комнаты в саду находятся под видеонаблюдением, поэтому родители могут быть спокойны за своих чат, которые всегда находятся под вдвойне бдительным присмотром. На мой взгляд, да, будущее именно за такими детскими садами. Почему? Потому что потребность в детских садах постепенно растет. Город не справляется с тем, что мест в детских садах не хватает. А вот эта теплая атмосфера и современное оборудование, и высокие профессионалы, они могут, на мой взгляд, только в частных детских садах так проявлять себя. Один из вариантов развития детей – это оставление детей с няней. Ну, для примера, в городе Рязани час с няней стоит 200 рублей в час. В детском центре «Изумрудный город» час развивающих занятий и общения с педагогами стоит от 80 рублей. Так что выводы делайте сами. Как выгоднее материально вам оставлять и морально, да, оставлять с человеком неизвестной профессии или воспитывать и развивать ребенка, доверив его профессионалам. Пожалуй, единственный минус этого детского сада – то, что он просто не может принять всех желающих. Поэтому хотелось бы, чтобы таких центров в нашем городе было больше. Ну, вот такой репортаж. Ваш спасибо, Наталья Новикова. Евгений Владимирович, насколько я понимаю, несмотря на то, что детский центр «Изумрудный город», как мы услышали, все-таки отличается под уровню, ну, скажем так, стоимости услуг дошкольного образования для детишек от муниципальных садов, насколько я понимаю, все равно там очередь. – Да, действительно так. Я хотел бы немножко поправить. Значит, все-таки «Изумрудный город» – это не детский сад. В обычном понимании, как мы привыкли, это детский центр. Он несколько отличается от непосредственно детского сада. Ну, по ряду показателей, в том числе, там достаточно много еще дополнительных возможностей для работы с детьми, для творческого развития детей, для оказания другого рода услуг. Ну, так или иначе, основные функции детского сада он тоже выполняет. Там имеются три группы, дошкольная, там и младшая, средняя, и старшая, дошкольная группа, так сказать. Первая группа там в районе трех лет, вторая – от трех до пяти, и третья – от пяти до семи лет. И вот 52 ребенка могут там одновременно находиться, но при всем при этом, на самом деле, там сейчас очередь, это полностью детский центр укомплектован, и существует очередь на то, чтобы туда попасть. На самом деле, там уровень обслуживания существенно выше, чем в обычных детских садах, естественно, так сказать, и цена чуть выше. Ну, это практика, это жизнь, это, так сказать, ясно, что здесь садик, этот центр существует непосредственно на средства, без какой-то поддержки государственной, поэтому он должен окупаться как минимум. Но там, на самом деле, условия, вы видели, так сказать, там и охрана круглосуточная, и наблюдение, и чистота, и порядок, там, на самом деле, так сказать, чтобы зайти, нужно как в больницу обуться, выодеть бахилы, и достаточно чисто, и дышится хорошо. Поэтому, да, это дороже, но люди идут, потому что им там хочется быть, там хорошо, ну и, опять же, так сказать, проблемы с детскими очередями. Ну, все-таки, насколько я понимаю, для вас это не совсем все-таки бизнес, а в большей степени такой как раз инфраструктурный проект, который, ну, что называется, влияет на, скажем так, более позитивное восприятие населения, более комфортное состояние тех квадратных метров, которые вы продаете в строящихся домах. Ну, вы абсолютно правы, это, на самом деле, не бизнес, ну, во всяком случае, не основной вид, или не самостоятельный бизнес для наших застройщиков, потому что, ну, я бы сказал так, что, вот как есть у крупных городов, города-спутники, там, да, так и здесь, это вот такой спутник-проект, то есть, это как бы как необходимые условия для того, чтобы основной бизнес строительства жилья, реализация этого жилья, продажа этих квартир, он шел, так сказать, более эффективно, и, на самом деле, люди могли иметь более комфортные, как вы говорите, условия для дальнейшего проживания. Когда под боком хороший сад, хороший магазин, это хорошо. То есть, не надо, так сказать, куда-то ходить, переживать там, что ребенка там проблемы, опасность на дороге, переход дороги, еще что-нибудь. Ну, да, и цель, что, метр, который ты покупаешь, она существенно повышается. Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, вот, нужна ли частным застройщикам, владельцам, скажем так, вот этих частных детских центров, детских садов, какая-то поддержка государству? Знаете, я бы хотел сказать то, что, может быть, расширить, нужно ли вообще бизнесу вот этими заниматься, да, и, собственно говоря, нужна ли поддержка. На примере группы компаний «Единство» хочу сказать, что это первый опыт у нас, но это не последний опыт, да. У нас застройщики, которые занимаются освоением в районе Превского поселка, у нас есть там такой жилой комплекс, Превский парк, соответственно, там тоже в ближайшее время, так сказать, будет построен детский сад небольшой, поменьше, чем здесь, будет рассчитан, примерно, таскать, на 40 детей, вот, но это будет уже, таскать, детский сад в том понимании, к какому мы привыкли, то есть там будут браться все необходимые лицензии, разрешения, персонал, в институтном городе тоже все это, так сказать, есть и на достаточно высоком уровне, но там будет вот именно детский сад, как мы привыкли видеть. Ну, то есть строишь микрорайон, строишь, что называется, как бы, жилые дома, строить детский сад? Детский сад, магазины, пункты оказания первой медицинской помощи, что-то еще, но то, что людям нужно постоянно, то, что в чем люди нуждаются, вот как сходить за хлебом в магазин, так и здесь, потому что дети, практически, есть всегда постоянно, так сказать, им надо чем-то заниматься, им надо во дворе играть, поэтому детский сад нужен, нужна спортивная площадка, игровая площадка, нужны нормальные условия. Это называется комплексное освоение территории, с меня помимо. В определенной степени, да, это как раз вот тот вопрос, о котором в последнее время власть очень правильно заняла позицию, и такой тренд присутствует в последние, так сказать, полтора-два года, очень серьезно смотрит в сторону власти, я имею в виду, смотрит в сторону, так сказать, жителей, и именно комплексовое освоение территорий, то есть от точечной застройки резко, и это правильно, так сказать, власть ушла, и вот именно решаются вопросы по комплексу освоению, когда строится жилье, строятся объекты Соскульдбыта, строится инфраструктура, транспортные развязки, остановки и так дальше. Это правильно. Это как раз то, что нужно рязанцам, то, ради чего власть занимается, ради горожан. Это все-таки не совсем вот то, что мы сейчас назвали мера, скажем так, государственной поддержки, это скорее некие установки власти застройщикам, а вот все-таки поддержка нужна? Ну, поддержка нужна всегда бизнесу, потому что грех оттоит, так сказать, все об этом думают, мечтают и желают. И, безусловно, так сказать, то, что самому бизнесу решать какие-то социальные проекты, ну, достаточно непросто, потому что сам по себе бизнес, он достаточно затратный, требует серьезных вложений и решать, так сказать, вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, социальными объектами, но это очень достаточно тяжело, финансово напряженно. А по этому взаимодействию с властью, безусловно, нужно. Вот на сегодняшний момент есть разные формы взаимодействия, и государственное, а не государственное партнерство. Есть формы такого взаимодействия, как, так сказать, заключение договора в конце сессии, для того, чтобы решать какие-то вопросы. Вот буквально, кстати, сказать, мы в ближайшее время будем участвовать в тендере, который городские власти объявляют, согласно которому выделяется участок под реконструкцию, и на условиях концессии застройщик, так сказать, должен реконструировать здание под организацию детского сада, это вот в районе улицы Чкалова. Вот, и потом, так сказать, как бы этот детский сад должен эксплуатироваться. Ну, в пределах 49 лет там победителю конкурса отдается эту аренду на достаточно льготных условиях аренды земли и построенного, так сказать, здания. И вот там можно, так сказать, организовывать работу. А потом это учреждение передается в собственность города. Может и раньше передаться по желанию, так сказать, по сторон. Вот мы собираемся, единство собирается участвовать в этом конкурсе, надеемся победить. И, собственно говоря, вот мы планируем там сделать такой детский сад, очередной, так сказать, детский сад для того, чтобы и проблему вот этого напряженности с местами тоже поучаствовать в решении этой проблемы. То есть, насколько я понял, вы собираетесь сейчас строить еще один детский сад, рассчитывая на поддержку городских властей? Да, на взаимодействие с властью мы собираемся, так сказать, это сделать. И, опять же, так сказать, это не комплексная застройка, скажем, да, это вроде как бы точечные такие вещи, но точечная застройка в районе Чкалово, так сказать, мы там будем строить, а другие объекты здесь строятся, уже сформировано, так сказать, определенный, так сказать, массив жилой, где недостаточно тех же мест детский сад. Поэтому здесь тоже вот даже вот такими на сегодняшний момент точечными какими-то ударами можно решать проблему комплексности застройки и развития застроенных территорий. Ну что ж, спасибо за интересный разговор. Евгений Каковин, генеральный директор группы компании «Единство», был сегодня в программе «Лицом к городу». Мы говорили о перспективах появления в Рязани частных детских садов и перспективах решения проблемы очереди в детские сады. До встречи в эфире на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин